Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. По данным Управления Роспотребнадзора по Республике, выявлено 103 новых случая коронавирусной инфекции. При этом необходимо обратить внимание, что на столицу Республики приходится 58 новых случаев, а большинство из этих случаев на настоящий момент отмечается среди лиц среднего возраста. На настоящий момент сложной остаётся санитарно-эпидемиологическая ситуация в Мегино-Кангаласском Улусе. где отмечено выявление 13 случаев. Количество контактных лиц, которые в Мегино-Кангаласском районе, в основном складывается из семейных очагов. И на настоящий момент, сегодня с утра, был проведён отдельное суженное заседание оперативного штаба по обсуждению обстановки в Мегино-Кангаласском районе. Несмотря на принятые 13 апреля 2021 года меры оперативного штаба районного характера по Мегино-Кангаласскому району, отмечается достаточно большой высокий темп прироста заболеваний. На настоящий момент на территории Мегино-Кангаласского района очень большое количество детей являются вирусоносителями и находятся под вниманием управления Роспотребнадзора и учреждений здравоохранения. В связи с чем были приняты ряд позиций по усилению мероприятий и контролю за эффективностью их использования для того, чтобы предотвратить распространение инфекций на территории Мегино-Кангаласского района. Я обращаюсь к жителям Мегино-Кангаласского улуса района. Ситуация у вас на территории района сегодня достаточно сложная, поэтому соблюдение мер безопасности и сохранение здоровья себя и своих близких должно сегодня коснуться практически каждого. Учреждения здравоохранения, Роспотребнадзора, органы местного самоправления делают и принимают все необходимые меры для того, чтобы обеспечить ваше благополучие. Каждый тоже должен заботиться о том, что происходит. Необходимо обратить внимание, что вчера на территорию района поступила новая партия вакцины, поэтому в течение непосредственно праздничных дней будут также работать лаборатории по вакцинированию. К сожалению, увеличение количества случаев у нас появилось сегодня и в Вилюйской группе районов. Это в Вилюйском районе 7 случаев. На настоящий момент проводится соответствующее педрасследование и лечение больных. По 4 случая зарегистрировано в Горном, Чуропчинском районе, Амгинском и Сунтарском районе по 3 случая. По 2 случая фиксируются в Момском, Намском, Алданском, Нюрингринском районе и по 1 случаю в Копейском, Нюрингринском и Эмиконском районах. Необходимо обратить внимание, что характерно для Эмиконского и для Момского районов. Случаи появились именно единичные, но подобного рода случаи в таких районах являются завозными, поэтому оперативным штабам районов необходимо усилить разъяснительную работу и, соответственно, контроль за контактными лицами. За сутками лаборатории Республики проведено 1781 исследование на новую коронавирусную инфекцию и, соответственно, всего на территории Республики уже обработано порядка 1 миллиона 62 тысяч 540 тестов на территории Республики. Продолжается кампания по вакцинированию населения по состоянию на 6 мая 2021 года. Всего поступило в Республику 134 тысячи 84 дозы вакцины против коронавирусной инфекции и первую вакцинацию у нас получили 108 тысяч 389 человек. Всю информацию о работе во время праздничных дней по вакцинации населения граждане Республики могут получить как на сайтах медицинских организаций Республики, так и путем прямого обращения в поликлиники своих районов и городов для получения вакцинирования. Приоритетом при вакцинировании остаются пожилые граждане Республики. Тем не менее, на настоящий момент, значит, непосредственно вакцинирование возможно и доступно практически каждому гражданину на территории Республики. Да, в некоторых районах уже возникает быстрая динамика, значит, использования вакцины. В зависимости от целого графика поступления, вакцина поступает во все районы и районные больницы нашей Республики. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, приближается череда праздников, которые являются, наверное, самыми главными праздниками для нас, для россиян. Это праздники поздравления наших ветеранов, праздники Великой Победы. Так же, как и в прошлом году, к сожалению, мы не можем встретить эти праздники вместе с нашими ветеранами в одних рядах, в связи с чем при проведении всех мероприятий и поздравлении ветеранов, кем бы они ни были, вашими соседями, друзьями или родственниками. Огромная просьба соблюдать правила их безопасности и сохранить ветеранов, а также их здоровье и безопасность.